В эфире итоговый выпуск программы Бугинформ. Я Виктория Саченко и корреспондент информационного отдела расскажем о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Что интересного нового произошло в городе Бресте? Коротко о главных событиях. О самых милых, красивых и дорогих. День матери отмечается в Беларуси. 70 лет на страже здоровья. У Брестского областного родильного дома день рождения. Праздничные мероприятия прошли в областном общественно-культурном центре. История боевых искусств в Бресте. Как в областном центре готовят настоящих мастеров тейквондо? Об этих событиях прямо сейчас. Один из самых теплых и по-настоящему семейных праздников. Сегодня в Беларуси отмечают День матери. В разных странах он приходится на разные даты. В Синеоко и мамы принимают поздравления 14 октября. В преддверии важной даты на Брещене прошел целый цикл торжественных мероприятий. Подробности в первом материале выпуска. В церемонии чествования женщин-матерей добрая традиция. Отличительная черта таких мероприятий – необычная атмосфера. Несмотря на официальность и торжественность момента, они всегда проходят теплом, по-домашнему. А как иначе, в зале приемов собираются те, кто отвечает за семейный очаг – женщины-мамы. И именно в их адресах, в их лице и в адрес всех матерей Брещены звучат слова благодарности и поздравлений. Я уверен, что престиж большой и крепкой семьи в нашем обществе будет повышаться. Армия ребятишек будет только расти. А наша Брещена надолго сохранит за собой статус области, где комфортно жить, трудиться и воспитывать детей. Милые женщины, вы вдохновляете на созидание, умеете безмерно любить, терпеть и прощать. Именно эти, кажется, помогают вам воспитывать детей. И это действительно нелегкий труд, который требует большой самоотдачи. И по праву заслуживает награды. Современные мамы – асы не только в воспитании детей. Карьера и финансы также в центре внимания. Совмещать материнство и работу несложно, уверены эти умницы и красавицы, говорят, главное – желание. Но в праздник можно и остановиться, просто побыть мамой. День матери для меня – это очень важный, знаменательный праздник. Это праздник очень трогательный, торжественный. Для меня этот праздник всегда очень важен. У меня есть свои детки, также я дочь, у меня есть мама, поэтому праздник для меня особенно торжественный. В рамках мероприятия в Брестском обл. исполкоме шесть мам были награждены Орденом Матери. Эту высокую государственную награду получают женщины, родившие и воспитавшие пять и более детей. В их числе Светлана Стриха. В семье Светланы Владимировны четыре девочки и сын. Старшие 13 лет, младшему ребенку три года. Дети – это радость, дети – это счастье, это совершенно другой мир. С ними интересно, с ними окунаешься в детство. И они дарят любовь. Праздничные мероприятия в канун важной даты прошли и в районных администрациях города над Бугом. В Ленинской сразу пять орденов нашли своих героинь. Муж, когда мне предложил выйти замуж, он сказал, выходишь и у нас будет пять детей. Ну я же смеялась все время, думала, что это шутки, но оказалось, что нет. Как бы беременности были, ну мы не планировали, мы только первые три планировали беременности. Ну вот так вот, дети – радость. Я даже не представляю, что было бы без денег. У меня пятеро деток, пятеро мальчиков. Ну практически погодки. Двое деток входят в школу, один в садик и двое дома. Не могу сказать, что сложно. Я как бы люблю детей очень. Дети – это моя жизнь. Нет, не сложно, это для меня в удовольствие. После торжественной части участниц ждал концерт – музыкальные и поэтические подарки, чаепитие. Мероприятие получилось теплым и очень светлым. В Ленинском районе проживает почти 900 мам, имеющих трое и более детей. И из этих мам 109 уже награждены Орденом Матери. Мам, которых мы сегодня пригласили на наш праздник, также будут награждены Орденом Матери. И таких мам сегодня 5. Кроме того, сегодня на наш праздник приглашены мамы, которые достигли каких-либо значимых успехов в своей трудовой деятельности. То есть помимо того, что мамой быть непросто, но эти женщины успевают еще и добиваться определенных успехов в своей сфере деятельности. Праздник продолжился на Грибном канале. Здесь состоялось традиционное поздравительное мероприятие «Мамино сердце». В программе приняли участие известные исполнители и коллективы города. Самые талантливые, активные и целеустремленные мамы получили подарки от представительства Белорусского союза женщин. К слову, концерт был благотворительным. Собранные средства пойдут на лечение юного брещанина Кирилла Никитюка. Анастасия Стропко, Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Андрей Щерба, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Матери, продолжаются в нашем городе еще несколько дней. О них мы расскажем вам в следующих выпусках Буганформ. Говоря о мамах, конечно же, вспоминаешь и об их главном счастье – о детях. На текущей неделе свой 70-летний юбилей отпраздновало учреждение, знакомое, наверное, каждому брещанину – областной роддом. Мероприятия по случаю Дня рождения прошли в общественно-культурном центре. Гостями праздника стали работники медицинского учреждения разных лет. Анастасия Ноздрин-Плотницкая пообщалась с теми, кто знает, что такое первый детский крик и настоящее женское счастье. В праздничный день в областном общественно-культурном центре собралось большое количество гостей. Ведь повод по-настоящему особенный. Не каждое учреждение города может похвастаться такой большой, насыщенной, интересной историей. В системе здравоохранения региона областной роддельный дом появился в 1947 году. В то далекое время никто не мог предположить, что в 2017-м это учреждение будет ими статус перинатального центра третьего уровня – эндоскопического гинекологического центра, оказывающего высококвалифицированную акушерско-гинекологическую помощь. Сегодня это большой многофункциональный комплекс, где мамы области могут получить грамотную профессиональную медицинскую помощь. Да, все это стало возможным благодаря постоянному техническому переоснащению, новейшим технологиям и, конечно же, кадрам. Всегда в Брестский областной роддом приходили специалисты своего дела, профессионалы-врачи и честные, отзывчивые люди. Самое важное, что был очень хороший коллектив. И я с удовольствием вспоминаю это время работы. И вот люди, которые со мной работали, вы видите, они все приводят и говорят, это было самое хорошее время, когда мы работали в этом коллективе. Ну, а теперь, конечно, все новенькое, все хорошо. Это были мои самые лучшие годы, когда я реализовал себя как акушер-гинеколог, как руководитель. Все то, что было реализовано, хорошо сработали все органы, начиная от республиканских и заканчивая местными и коллективом учреждения. В результате мы имеем сейчас современное учреждение, которое оказывает помощь на уровне мировых стандартов. И все новейшие методики, которые есть в мире, используются и доступны нашим жителям. За последнее десятилетие врачи Брестского областного роддома освоили большое количество новых методик диагностики и лечения заболеваний. Смогли помочь обрести настоящее женское счастье мамам из разных уголков региона. За семь десятилетий здесь появилось на свет порядка 300 тысяч малышей. И это, считают медики, не предел. Планов на ближайшее время действительно много. В перспективах развития мы хотим немножко модернизировать наши некоторые палаты, чтобы для более комфортного пребывания предродовых. Мы хотим немножко добавить количество именно партнерских семейных родов. К реализации задуманного здесь приступят совсем скоро. А в праздничный день каждый из тех, кто ежедневно находится на очень важном и ответственном посту, должен получить свою порцию счастья и радости за правильно сделанный профессиональный выбор. Высоко труд медиков роддома ценится на республиканском, областном, городском уровнях. В праздничный день в адрес докторов звучали слова признательности и благодарности за труд и отзывчивость. Я прекрасно понимаю, хотели не знать, что областной роддом уже пережил свое название. Сегодня это не родильный дом, в том понимании, которое мы идем. Это крупный, много профильный медицинский центр, имеющий очень серьезное предназначение. Я прекрасно понимаю, что городские власти напрямую не финансируют вашу заработную плату, не приплетают, практически не приплетают оборудование. Но свою задачу я вижу все-таки в том, чтобы областной роддом был комфортный среди улиц. Высококвалифицированные специалисты, врачи с большой буквы, отзывчивые, добрые, сострадательные люди. Сегодня все эти слова адресованы им, сотрудникам Брестского областного родильного дома. Сегодня это слаженный коллектив, работающий на одно большое дело. Из года в год он пополняется молодыми кадрами, которые также мотивированы и хотят продолжить начатое их предшественниками. Все врачи, все действительно, это просто профессионалы. Это, не знаю, я преклоняюсь перед ними, потому что они действительно мастера своего дела. И весь свой этот профессионализм, они полностью стараются передать его нам. И вот за эти два месяца, пока я здесь, я в этом полностью убедилась. И большое им спасибо, что они нас ведут по этому пути дальше, передают нам все свои навыки, учат нас. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Адвард Букунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрите «Итоги недели» на БУК-ТВ. Продолжаем говорить о важном и актуальном. На текущей неделе город над Бугом с официальным визитом посетил посол Федеративной Республики Германии в Республике Беларусь Петер Детмар. В программе участие в открытии передвижной экспозиции «Лагерь смерти Тростенец», «История и память», а также встреча с председателем Брестского городского исполнительного комитета Александром Рогачуком. В рамках последней разговора шел о сотрудничестве областного центра и немецких земель. Направления самые разные – от образования до торгового оборота. Побывала на мероприятии съемочная группа нашего телеканала. Подробности в следующем материале выпуска. В списке по обратимам в Бреста более трех десятков городов. Из них пять – представители Германии. Сотрудничество имеет не один год стажа и есть все основания полагать – продолжится в будущем. О конкретных его направлениях и шел разговор в ходе встречи мэра Бреста Александра Рогачука и посла Германии в Беларуси Петра Детмара. По словам брестского городоначальника, отношения с немецкими городами-побратимами имеют системный характер и плодотворны. Пример – город Равенсбург. Отношения с Равенсбургом наши носят такой системный характер на протяжении всего года. Мы постоянно принимаем делегацию школьников, мы постоянно принимаем артистов. Они участвуют у нас в январских музыкальных вечерах. То есть, настолько серьезные, вот даже сейчас, абсолютно без привязки к вашему визиту, с 15 по 20 октября будет находиться делегация немецких школьников. Безусловно, диалог есть не только с Равенсбургом. Немало способствует этому самому диалогу уменьшение языкового барьера. В Бресте немецкие изучают углубленно, к примеру, в седьмой школе. К слову, в настоящее время там проходят недели немецкого языка и культуры. Вопрос образования поднимался и в ходе встречи. Говорили также о важном социальном объекте – Брестском хосписе. Белорусской стороне была бы полезна методическая помощь немецких коллег. Еще одно важное направление – торговля. И здесь первая половина 2017-го отмечена ростом. С удовольствием здесь констатирую факт, что по городу Бресту мы имеем 140% рост товарооборота по 7 месяцев. Однако потенциал еще есть. Посол Германии Петер Детмар выразил уверенность в том, что укреплению положительных экономических тенденций может способствовать активное участие города над Бугом в проекте «Один пояс, один путь». Мы говорили о проекте, который в определенной мере является проектом будущего. Речь идет о новом шелковом пути. Один пояс – один путь. Ваш регион может иметь важную роль в этой масштабной инициативе. Встречу с мэром Бреста Петер Детмар назвал продуктивный. Дипломат уверен – диалог – важный инструмент отладки процесса взаимовыгодного сотрудничества. Беседа, которая состоялась сегодня с вашим мэром, наверняка принесет свои плоды, а кажется полезной. Самое важное, что я увожу с собой – это знание о том, какие идеи можно озвучивать по развитию не только белорусско-немецких, а непосредственно брестско-немецких отношений, в том числе и в экономической сфере. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. На днях во всем мире отметили День психического здоровья. Для Брещины, как показывает статистика, тема более чем актуальна. Ежегодно в областной психоневрологический диспансер обращается порядка 130 тысяч человек, из которых 600 детей. Однако под диспансерное наблюдение берется только 35% пациентов. На Брещине профилактические акции и пресс-конференции стартовали еще на прошлой неделе. За этим активно следили наши корреспонденты. Кроме того, им удалось побывать и в Брестской областной психиатрической больнице. Все подробности далее. Окруженная всевозможными слухами и легендами, психбольница на плоске выглядит так. За высоким забором, который местные жители обходят стороной, казалось бы, целая улица. Там просторно, светло, повсюду цветы и зелень. Стационар изнутри, так же, как и снаружи, больше напоминает обычную поликлинику. Медики акцентируют. Народная психиатрия стала ближе к народу. Сегодня более чем 6500 пациентов получают психиатрическую и психотерапевтическую помощь без постановки на учет. Последнее десятилетие психиатрическая служба ориентирована на дестигматизацию населения. Из всех пациентов, которые обращаются за психиатрической помощью, только 35% ставится под диспансерное наблюдение. А остальные получают лечебно-профилактическую помощь по обращению. То есть, у них нет учета. Как принято считать в обществе, что любой обратившийся к нам обязательно будет взят на диспансерный учет. Нет. Сложилось, что об обстановке и буднях в психиатрической больнице мы знаем только из фильмов и книг. У смирительной рубашки, мрачные коридоры, переполненные палаты. Вместо этого, сегодня, благодаря новейшему диагностическому оборудованию, в стенах больницы обеспечивается уровень максимального качества оказания медпомощи. Немаловажный человеческий фактор. Здесь работают профессионалы высокого класса с большими способностями и таким же сердцем. Мы можем предполагать, что когда мы сделаем обследование, мы можем более точно предположить, что действительно там у человека начинается ранняя стадия, допустим, болезни Альцгеймера. И, соответственно, мы можем назначить раньше лечение и оттянуть наступление более тяжелого результата, болезни Альцгеймера, чем если бы мы позже начали лечение. За год здесь пролечивается порядка 1800 человек. Под диспансерным наблюдением сегодня состоит 3800 пациентов. Из них 400 детей. 15-летняя Настя – одна из них. Девочка прожила здесь неделю. Виртуальная игра «Синий кит» для школьницы чуть ли не обернулась летальным исходом. Безумным поступком Настя хотела привлечь внимание мамы, в итоге привлекла внимание врачей. Ну, знаете, как обычному подростку стало интересно посмотреть. Я тоже зашла, просто посмотрела, и после этого мне написал куратор. Они угрожали мне то, что найдут моих родителей, убьют, то, что вломятся в дом с пулеметами, с гранатометами и всех застрелят. Мне стало намного лучше, и я осмыслила то, что жить надо уметь ради себя, ради родителей, чтобы потом подрасти, получить образование хорошее и чтобы все гордились мной. Родители не только не всегда знают, как улаживать конфликты между собой и со своими детьми, но и не имеют представления достаточно точного, куда бы можно было бы обратиться за помощью, как система в области организована психологической, психотерапевтической помощью в сложных жизненных ситуациях. Более половины психических расстройств начинаются до 14 лет. И тенденция в мире заключается в том, что около 20% детей и подростков имеют те или иные психические расстройства. Несмотря на то, что самой незащищенной категорией населения являются дети, тема повестки Всемирного дня образца 2017 – синдром эмоционального выгорания на рабочем месте. Жертвой может стать кто угодно, ведь стрессовые ситуации в современной жизни подстерегают нас буквально повсюду. Однако больше всего выгореть эмоционально склонны врачи, учителя, продавцы, социальные работники и журналисты. Словом, те, кто работают с людьми и для людей. Когда истощение нервной системы заходит за определенную черту, она у каждого своя, то обратно вернуться самостоятельно не получится. Человек просто приспосабливается к этому более худшему качеству жизни, ну и в конце концов думает, что так должно быть. Мы слышим от пожилых людей иногда, что, ну конечно, в 25 там все весело, а в 40 уже все там, а в 60 вообще ничего не радует. А на самом деле все не так. В каждом возрасте есть свои прелести, и, соответственно, если правильно организовать жизнь, то всегда будет так же хорошо, как в 25 и в 60. Должна улучшаться доступность психиатрической помощи, должны проводиться мероприятия под дестегматизацией нашей помощи, чтобы люди не боялись психиатров, чтобы понимали, что это теперь такая тенденция, и с этим можно успешно справляться. Потому что основная масса расстройств, конечно, это расстройства, относящиеся к пограничной психиатрии. То есть расстройства, которые не затрагивают глубоко психическую деятельность человека, и они полностью излечимы. Например, на сегодняшний день эффективность лечения психических расстройств равна эффективности лечения терапевтических. То есть мы вылечим столько же людей, сколько врачи-терапевты. И как бы банально это ни звучало, на сегодняшний день очень важно раннее обращение к нам. Тогда все будет хорошо. Мероприятия, приуроченные ко дню психического здоровья, проходили целую неделю. Не остался в стороне и Брестский клубный дом-калейдоскоп. Совместно с психотерапевтическим центром Сергея Шуманского для специалистов был проведен тренинг. О том, что любую болезнь легче предупредить, нежели лечить, знает каждый. Но вот то, что человеческий мозг – это такой же полноценный орган, как и все другие, которые так же, как и любые другие, требуют внимания и бережного отношения, многие люди то ли не знают, то ли не хотят знать. Помните, ваше здоровье в ваших руках. Презентация картины белорусского режиссера Андрея Голубева «Поцелуй осени» прошла на текущей неделе в областном центре. В торжественной церемонии принял участие один из персонажей фильма, известный советский актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист Беларуси Владимир Гостюхин. О том, как выглядит белорусское кино и что ждет от него современный зритель, мнение и взгляды людей искусства узнавала Анастасия Наздрин-Плотницкая. Встречи с мэтрами отечественного кино Брест действительно ждал. В зале в буквальном смысле наблюдался аншлаг. Найти свободное место было довольно сложно. Встречи с известными людьми такого масштаба всегда события важные. В областном центре молодой белорусский режиссер Андрей Голубев, чьему авторскому пиру принадлежат такие киноленты, как, например, «Чеклун» и «Румба», представил свою новую картину. О людях, о жизни, о семейных проблемах, которые могут проснуться неожиданно. Люди живут немножко так в провинции, семья тихо живет, своим миром. И в этот мир вдруг врываются чужие со стороны люди, со своими проблемами, со своими... и внутри семьи взрываются, в общем, какие-то такие затаенные вещи, которые вот где-то там они дремали. Лента уже успела найти отклик у зрителей в разных странах мира. Картина получила номинацию «Лучший полнометражный фильм, снятый для молодежи» на Международном фестивале фильмов для детей и подростков в Австралии. «Лучший полнометражный фильм» на фестивале в Ирландии. А в российском Севастополе Владимир Гостюхин был удостоен приза за лучшую мужскую роль. Несмотря на довольно непростую судьбу, кинолента стала настоящим событием для белорусского кино. Я не совсем себя считаю опытным сценаристом или опытным драматургом. Одно скажу, что я смотрю картины, смотрю фильмы как зритель. Я очень сентиментальный человек сам по себе. И я считаю, что это очень хороший признак наличия совести у человека, его сентиментальность. Я очень рад, что моя картина, вот эта картина, она впервые за много лет победила на двух австралийских фестивалях. Она победила в Дублине, в Ирландии на большом фестивале. Она сегодня его показывает в огромном зале в Атланте, в Америке ее показывают. Сюжет, на первый взгляд, обычная история из жизни. Мать с дочерью возвращаются из отпуска на автомобиле, который внезапно ломается. Они вынуждены прибегнуть к помощи жителей хутора. Ремонт затягивается, а в это время раскрываются тайные подробности личной жизни героев. Две семейные такие истории, встреча чужих и вот этих местных ребят. Очень сильно, и мой герой активно в этом участвует, переживая, в общем, всю эту ситуацию. Это такая семейная история с мальчиком, инвалидом, и в конце концов все-таки вот этот взрыв эмоциональный, этот всполох вот этих энергий, эмоций, и он приходит в такой, утихает, уезжают вот эти гости. И очень красивый, очень нежный, очень трогательный финал. Картина станет приятным открытием для ценителей кино. Уже сегодня его можно найти в прокате в кинотеатрах страны. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдвард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. К другим темам. Два наиболее распространенных восточных боевых искусства, практикуемых в мире, это карате и тейквондо. Родина современного карате – японский остров Окинава. Тейквондо было разработано в Корее во время долгой оккупации Японии. Поэтому тейквондисты иногда называют свое боевое искусство корейским карате. Всплеск популярности тейквондо получил в 2000 году. Эту дисциплину впервые представили на Олимпиаде в Сиднее. С тех пор боевое искусство входит в олимпийскую программу. Активно развивается тейквондо и на Брещене. В двух специализированных школах Олимпийского резерва «Динамо» и «Профсоюзов» открыты отделения, в которых профессионально занимаются более 200 спортсменов. Подрастают молодые звезды и в Бресте. Наш корреспондент Ирина Альшова попыталась разобраться в нюансах этого зрелищного боевого искусства и узнать олимпийские перспективы брестских спортсменов. Мастер спорта по тейквондо Ольгой Шехудинова – человек в Бресте известный. Родом из далекой Якутии девушка приехала в город над Богом вместе с супругом Рустемом. Он возглавляет спортивный клуб «Хваран». А она, в прошлом успешная спортсменка, выбрала тренерскую работу. На самом деле, тренируюсь, я всегда говорю, что тренером никогда в жизни я не буду, потому что настолько тяжело, видя, как вот тренер наш, когда нас тренировал, да, и я видела эту атмосферу, где-то кто-то баловался, где-то что-то вот, видно было, как тренер вот напрягался, что это очень такая эмоциональная работа. Я сказала, нет, только не эта работа. И в итоге вот все-таки эта работа выбрала меня. Сегодня Ольга тренирует юных спортсменов отделения «Тайквондо» Брестской областной специализированной детской юношеской школы Олимпийского резерва профсоюзов по видам борьбы. Причем достаточно успешно. Спортсмены не раз становились победителями и призерами республиканских первенств. Когда мне говорят, все, мы хотим, все, нам этот спорт нравится, все, мы только вперед. Поэтому я говорю, что ну тогда готовьтесь, готовьтесь, что будет тяжело, что где-то будут обиды, что где-то я буду кричать, где-то, ну, это спорт, здесь только так. Это некомфортные условия, это жесткие условия на самом деле, где все-таки выживают сильнейшие, звезду свою ловят сильнейшие, на пьедестале все-таки только сильнейшие. Упорный труд тренера и команды два года назад дал результат. Воспитанник Ольги Шихудиновой Даниил Поляков покорил европейский пьедестал, завоевав бронзовую медаль среди кадетов. В нынешнем году юноша вновь повторил этот успех на чемпионате континента. Если моя команда выезжает, это обязательно, это не одна медаль. То есть я ставлю сразу цель на то, что эта медаль будет у каждого. И выезжают там пять-шесть человек, у нас это, знаете, как каждый идет, такой уровень держит, держит, держит. Ну вот Даник пробился буквально так резко. Плох тот спортсмен, который не мечтает о золотой медали и высшей ступени пьедестала. Чтобы стать чемпионом, нужно много работать над собой и постоянно над своей техникой. Плюс ко всему обладать такими чертами характера, как упорство. Чемпионский путь очень тяжелый. Я всегда это говорю, не скрываю. Очень тяжело воспитать чемпиона, но это все реально, все возможно. Здесь система должна работать. Это, естественно, спортсмен-тренер, ну и, конечно же, тренер-родитель, ну и внутри. То есть вся оценка вот этой спортивной деятельности все-таки должна ложиться на тренера. Тэквондо, как и любое восточное единоборство, дисциплина индивидуальная. На татами спортсмен выходит один на один со своим соперником, но каждый из них знает – за спиной команда и друзья. Мы действительно команда, мы дружные, постоянно выезжаем вместе, куда-нибудь общаемся, близко, дружим. Они постоянно и моральные, и физические, постоянно со мной в парах на тренировках стоят, поддерживают меня. Держат, когда я еду на соревнования, кулачки за меня держат. Мы не смогли добиться этих достижений без друг друга, потому что мы себя друг друга поддерживаем, и только со всей команды мы можем что-то добиться. На каждых тренировках, перед соревнованиями мы готовим друг друга, мы даем то, что у нас есть больше всего. Кто-то – силу, кто-то – ловкость, кто-то – свою стойкость. А перед боями мы друг друга поддерживаем, чтобы не так было страшно. Останавливаться на достигнутом Ольга Шейхудинова не собирается. В ближайших планах – создание женской команды по тэквондо. Тем более, что Ольга и ее супруг растят дочку, которая пошла по родительским стопам. Загорелась я все-таки представить девочку. Все-таки женскую сборную хочу, так как у меня занимается дочка сейчас. Моя тоже прогрессирует. И хотелось бы всегда говорить, девочки, мне нужна женская сборная. Давайте, вот, все, вперед. Настрой хороший, я думаю, все получится. Смелые планы Ольги всегда поддерживает Управление спорта и туризма Брестского облсполкома, помогая выезжать спортсменам на соревнования самого высокого уровня. Не остается в стороне и руководство спортивной школы профсоюзов, инициировав встречу перспективного спортсмена Даниила Полякова и его тренера с почетным консулом Французской республики Леонидом Стоецким. Цель – представить дипломату достижения Брестского тэквондо и организовать учебно-тренировочную стажировку за рубежом. Я готов всегда помочь, всегда можно на меня рассчитывать, тем более, что ученики уже были, спортсмены, скажем так, довольно подготовлены. Ну, почему нет? Вот и все, все просто. Тот, кто старается, того я всегда готов поддержать. Мне это интересно. Представительная практика спортсмену за рубежом даст опыт, наверное, приобретение более современных качеств в тэквондо, что позволит достичь более высоких спортивных результатов на европейском и международном уровне. Кроме зарубежной стажировки для тренера и ее воспитанников, обсуждался вопрос и о проведении в Бресте семинара для тренеров, который проведут коллеги из Франции. Заручившись поддержкой известного дипломата, в спортивной школе предстоит провести серьезную работу и не только со спортивным резервом. Мы надеемся на наших спортсменов, не только в тэквондо, но и в борьбе вольной, греко-римской. В этом году наши ученики школы принимали участие в чемпионате Европы в Белграде по вольной борьбе и по греко-римской борьбе. Ну, немножко сложилось, где-то не получилось, поэтому есть на чем работать. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Наверное, каждому человеку, независимо от возраста, хочется, чтобы в его жизни хотя бы иногда появлялась сказка. Да, просто поверить в чудо сложно, а вот привнести его элементы в свой праздник так, чтобы он запомнился и виновнику торжества, и гостям надолго, можно. Как это сделать? Обратиться к специалистам, мастерам своего дела, волшебникам, с легкой руки которых на свет рождается настоящий праздник. Где их найти? В лагуне. В лагуне Янтарной. Это величественное здание, расположенное на въезде в поселок Муховец, сразу же останавливает на себе взгляд проезжающих. Роскошный монументальный подарок преподнесла землякам известный предприниматель Наталья Ильницкая. Сегодня комплекс площадью в 7 тысяч квадратных метров стал настоящей местной достопримечательностью. Ухоженные клумбы, большое количество самых разнообразных архитектурных и дизайнерских решений – все это сделано руками тех, кто ежедневно трудится в гостиничном комплексе «Лагуна Янтарная». вкладывая в свою работу частичку души и сердца. Это наше детище, которое мы построили вместе с Натальей Емельяновной. У нас помимо стройки мы всегда занимаемся двориком, что всегда люди, которые приходят к нам отдыхать, смотрели и глаза их веселились. Вот сзади меня выйти беседочку, где у нас происходит роспись новобрачных. Мы посадили на нашу территорию 250 туй, посадили много очень роз и занимаемся цветами, чтобы когда люди к нам приходили, им было приятно. В ландшафте предусмотрено все до мелочей. Особая достопримечательность – беседка, где в теплое время года могут проходить выездные регистрации молодоженов. И дерево счастья, появившееся на большой приусадебной территории с момента открытия. Говорят, что прикоснувшиеся к нему один раз проживут долгую и счастливую жизнь, как это пророчится и самому комплексу. Его строительство началось в 2013-м. Благодаря кредитной поддержке Белгоспромбанка сегодня здесь есть все для организации по-настоящему волшебного праздника. Особая гордость – большой просторный ресторан. Благодаря гармонично подобранному интерьеру, дополненному эксклюзивными предметами декора и настоящим водопадам здесь может проводиться торжество любого формата с учетом индивидуальных цветовых решений. Оформление банкета заказчик может выбрать прямо на месте. Внимание к деталям – уютный интерьер, обходительный персонал, качественное и быстрое обслуживание. Все это рады предложить в ресторане «Лагуны Янтарной». В нашем ресторане уютная атмосфера, очень просторный, светлый зал. Зал рассчитан на 200 человек. Также мы предоставляем украшения зала по индивидуальному заказу на любой цвет. У нас имеется живая музыка, которая скрасит ваш праздник. Наши двери всегда открыты для вас. Конечно же, главное в любом обслуживании – демократичная ценовая политика, а также индивидуальный комплексный подход. Кроме уютной атмосферы, гостей ожидают блюда национальной кухни и, конечно же, приятная музыка. А после праздничного банкета администраторы «Лагуны Янтарной» рады предложить гостям одно-, двух- и трехместные номера в своем просторном гостиничном комплексе. Причем, с учетом того, что многие на такого рода торжества приезжают целыми семьями, в отеле разработана политика совместного проживания – дети плюс родители. Не оставили без внимания руководство комплекса и новобрачных. Для них свадебные номера с великолепным дизайном и прекрасным видом из окна. В июле месяце 2016 года мы сдали гостиницу на 70 мест. У нас есть и одноместные номера, и двухместные, и люксовские. Очень красивый свадебный номер. Очень удобно, когда в ресторане у нас гуляют в основном свадьбы, банкеты, ювелири. И не надо гостям ехать далеко, они могут у нас остановиться и переночевать. Комплекс «Лагуна Янтарная» полностью соответствует своему названию. Даже в оформлении интерьера ощущается немного сказочный морской колорит. Сегодня здесь активно работают над расширением спектра предоставляемых услуг, чтобы в новый день входить с интересными, актуальными предложениями. «Лагуна Янтарная» – место, где исполняются мечты и желания. Это все на сегодня. Сразу после прогноза погоды вы окунетесь на нашем канале в мир киноприключений и документальных сериалов. Так что не переключайтесь. Кто не успел увидеть нас в эфире, есть возможность посмотреть программу на сайте телекомпании. Буктв.by, а также на нашем канале в YouTube. Напоминаем, Буктв вы можете смотреть в базовом пакете интерактивного телевидения «Зала», включив 111 канал. Я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 15 октября в ночные часы в городе Бресте сохранится влияние фронтальной системы. Днем погоду обусловят неустойчивые воздушные массы, поступающие из Балтийского моря. Ночью на большей части территории днем местами пройдут кратковременные дожди. Утром и днем сильный порывистый ветер. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах 13-15 градусов выше нуля. Днем столбики телемометров покажут плюс 15. 16 октября на территорию города Бреста начнет поступать более теплая воздушная масса Западной Европы. Ожидается облачное с прояснениями. Местами в утренние часы сгустится туман. Температура воздуха в ночные часы плюс 10, плюс 12. Днем воздух прогреется до плюс 16. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова